Более пяти лет прошло с тех пор, как из жизни ушел кумир нулевых Кирилл Толмацкий, более известный как Десл. Все это время вдова артиста, модель Юлия Киселева, хранила молчание. И вот теперь Юлия решила дать интервью, в котором развеяла слухи о себе и семье Десла. Модель рассказала о нашумевшем конфликте рэпера с отцом, продюсером Александром Толмацеким, подчеркнув, что в ссорах был виноват именно Свекр. Если быть честно, то проблемы были в Александре Яковлевича. Он не умеет общаться с людьми. Он умеет общаться с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и пытался высказать свое мнение. Он кричит, повышает голос. Он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей, вспомнила 40-летняя Киселева в интервью «Осторожно, Собчак». Однажды на глазах модели разгорелся такой конфликт, родители артиста решили, что ему пора избавиться от дредов, но сам музыкант не был с этим согласен. Это было на репетиции в клубе «Инфинити». Мне кажется, в тот день я попала в списки ненужных людей. Родители пытались заставить Кирилла развязать дреды. На их взгляд, ему нужно было репетировать с распущенными волосами. Сейчас это звучит, наверное, как абсурд. Мама его просила. Папа, но Кирилл не сдавался. Суть была в том, чтобы заставить человека делать так, как сказано. Наверное, они надеялись, что я стану хорошим рычагом для управления вышедшим из-под контроля мальчиком. А я, к сожалению, не была достаточно умной и сказала. Но подождите, пусть он сам решает, отметила Юлия. Что касается Александра Толмазского, то он негативно относился к невестке и даже считал ее виноватой в скоропостижной смерти сына. Ему надо было раньше уходить от этой девушки. Просто я знаю, что она писала моей бывшей жене. Какие гадости писала ему. Первое, что она сделала, оказавшись в доме Ирины матери Кирилла, когда привезли телефон и компьютер, забрала и постирала оттуда всю переписку. У меня она есть. Я считаю, что Юля его убила. Она и только она виновна в его смерти, уверенно заявлял продюсер.